сегодня буду отвечать на один вопрос подписчикам значит было у меня видео про то как менять электролит в аккумуляторных батареях если у вас сильно увеличенный саморазряд батареи видео хорошие кстати рекомендую посмотреть у кого такая проблема и в том видео я говорил что перед тем как слит электролит аккумуляторную батарею нужно зарядить иначе повредятся пластины аккумулятора и она придет в негодность потом было у меня другое видео про темный электролит и про то как аккумуляторщики обманывают доверчивых владельцев аккумулятором как дурят на сервис показывают ориометром темный электролит говорят все аккумулятор сдох пластины обсыпались аккумулятор ремонту не подлежит покупайте новый так вот в том видео я рассказывал что обсыпание пластин это процесс естественный и нечего менять аккумулятор если у вас стал электролит темно-коричневым просто его надо поменять ну то такое и в том видео значит про темный электролит была вот такая вот картинка вот это вот и на этой картинке можно прочитать что при замене электролита аккумулятор следует разрядить ну и пошли внизу под этим видео вопросы что ты мол говорил в том видео что аккумулятор надо заряжать а в этом вот книжке написано разряжать так вот как правильно ну кто-то это делал с хорошим умыслом а кто-то с ехицей так вот отвечаю при том этот вопрос стал настолько назойливым что на него уже надо отвечать отвечать почему так и так вот эта картинка из этого вот справочника по аккумуляторам написано при замене электролита аккумулятор надо разрядить все нет вопрос разрядить берем второй справочник смотрим написано все тоже замена электролита если он грязный потому что большой саморазряд аккумулятор надо зарядить два источника два противоположных требования почему так да я не знаю почему так вот один автор писал так второй автор писал так может один автор думал так другой автор думал по-другому вот они по-разному и написали а может в одном источнике просто закралась типографическая ошибка неправильно текст набрали я не знаю почему в разных справочникам на одну и ту же процедуру разные требования в одном зарядить в другом разрядить но соответственно когда не знаешь как правильно надо искать третий источник либо подписываться на этот канал я за вас найду так вот берем третий источник и читаем почему надо заряжать аккумуляторную батарею потому что разряженные пластины аккумуляторной батареи когда они разряжены очень хрупкие а в том видео по замене электролита я еще предлагал аккумулятор хорошенько поболтать чтобы вымыть весь шлам со дна аккумулятор и так как я лично считаю что при замене электролита когда вы будете мыть этот аккумулятор дистиллированной водой будете шалотать ту дистиллированную воду в аккумуляторе туда-сюда наклоняя электролит то пластины будут подвергаться механическому воздействию воды раз они разряжены то они хрупкие значит их надо зарядить что и подтверждает третий источник то что говорю я я так считаю вы можете считать как угодно и по-другому но я считаю так кроме того возьмем этот вопрос и подойдем к нему с другой стороны вам надо заменить электролит в аккумуляторе он грязный и поэтому сильно большой саморазряд аккумуляторной батареи надо заменить хорошо меняем и так вы разряжаете аккумуляторную батарею что при этом получается кислота в виде сульфатов садится на пластины потому что при разряде кислота переходит в виде сульфатов на пластины аккумулятор и там осаживается вы слили то что осталось и залили новый электролит положенной емкости но тут еще в стражники пишут немножко больше емкости надо залить потому что после промывки там пластины впитает себя немножко электролита смешается с водой, который у них остался. Но это видео было в предыдущем. Это все можно посмотреть. Вы залили электролит даже не повышенной емкости. Нормальной емкости поставили этот аккумулятор на заряд. И та кислота, которая висит на пластинах аккумулятора в виде кристаллов сульфата, теперь при заряде, чисто теоретически, даже если она растворится, но при такой плотности электролита вы еще растворите, но если взять теоретически, что вдруг как-то так чудом случилось и она полностью растворилась, то эта кислота растворенная добавилась в электролит. И плотность электролита, которую вы залили, к нему добавилась эта кислота из пластин и плотность выросла. И в результате вам придется уменьшать плотность электролита. То есть доливать дистиллированную воду и корректировать плотность. Вот поэтому не надо разряжать аккумуляторную батарею перед сменой электролита. Потому что вы таким образом садите всю кислоту на пластины. А вот когда вы заряжаете аккумулятор, то вы его зарядили. Вся кислота, которая могла из пластин вытолкнуть в электролит. Электролит имеет максимальную плотность. Грязный электролит. Вы этот грязный электролит максимальной плотности слили, промыли аккумулятор, залили новый свежий электролит, чистый уже, который диэлектриком должен быть, если кто забыл. Нормальной плотности или повышенной, как рекомендует книжка. Почему повышенная, я уже рассказывал в одном видео. Поставили на заряд и все. Вот у вас плотность может только упасть тогда в аккумуляторе. Вы залили повышенной плотности электролит, он просел в своей плотности во время заряда аккумуляторной батареи, потому что смешался с водой. А кислоты на пластинах нет, потому что вы ее удалили при заряде аккумулятора, перед тем как слили старый электролит. Вот такая вот история. Вот поэтому я аккумуляторы перед сливом электролита заряжаю. Во-первых, я выталкиваю кислоту всю в электролит и сливаю. Во-вторых, намного меньше шанса повредить механические пластины аккумулятора. Вот такой вот ответ.